Как прорвать эту блокаду, спросим у советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко. Он присоединяется к нашему эферу. Олег, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый вечер. Я хочу начать с последней новости, новость последнего часа по блокаде перевозчиков. Украина предлагает Евросоюзу создать мониторинговую миссию на границе с Польшей. Но тут хотелось бы напомнить, что еще неделю назад в Брюсселе отмечали, что польские власти просто обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности и грозили Польше карательной процедурой заблокирования границы с Украиной. Я процитировал. Почему ЕС до сих пор не идет дальше предупреждений? Как вам кажется? Мне кажется, что в Польше идет как раз обсуждение вопросов, каким образом было бы правильно и эффективно сделать эту абсолютную разблокировку границы. Все-таки не забывайте, что Польша только прошла через пик политического цикла. Вот этот пик политического цикла всегда в любой стране связан с какими-то определенными потрясениями. Тем более в Польше, когда формируется коалиция. Я думаю, что как только мы увидим сформировавшуюся коалицию, проблема сама по себе уже отпадет. Но тоже совершеннейшая правда, что в данном случае я не вижу здесь такого политического подтекста или контекста. Но здесь есть просто очевидно неудовлетворенные интересы части польского бизнеса. И речь идет прежде всего о их перевозчиках. Поэтому не думаю, что это вопрос, который нерешабельный. Он абсолютно решабельный. Не забывайте, что у нас есть соглашение с Европейским Союзом. Очевидно, что в данном случае оно нарушается. Понятно, тоже мотивация поляков. Они хотят максимально, я даже не сказал бы, учесть свои экономические интересы, но вернуть ту упущенную выгоду, которая у них есть. И когда речь идет о деньгах, тем более о деньгах, связанных с перевозками, то это вновь-таки повторю, что это не нерешабельная проблема. Она решабельная. И я думаю, что и внутри Польши понимают, что ее надо решить, и Брюссель понимает, что ее надо решить, и какое-то компромиссное решение будет найдено совершенно скоро. Давайте поговорим об убытках. Вот за тот период, когда происходит эта блокада границы, когда стоят фуры, о каких убытках уже может идти речь для украинской стороны? И, очевидно, создастся дефицит на определенные товары. Чего ожидать? Где будет повышение цен? На что, может быть, на топливо отразится? Понятно, что подобного рода блокады имеют в том числе экономическое измерение. И если польские перевозчики говорят о своем собственном экономическом измерении, это те деньги, которые не теряют возможность транспортировки наших товаров, как это было традиционно, когда наши фуры перегружались на польских перевозчиков и дальше ехали в места назначения через польскую территорию. Но уже на польских автомобилях они теряли свои деньги. С другой стороны, когда речь идет о наших перевозчиках, то мы же не теряем просто деньги, связанные с тем, что могли получить логистические компании. Украина теряет, и украинский бизнес теряет деньги. Как раз из-за того, что идет блокировка товаров, они стоят на границе. Часть из них является скоропортящимися товарами. Часть из них явно идет в нарушение контрактов, то есть идет уже опоздание, потому что вот эти многокилометровые очереди, очевидно, они будут влиять не только на цену транспортировки этого товара, но они будут влиять в конце концов и на возможность выполнить тот или иной контракт, который находится на руках у логистических, у транспортных компаний. Поэтому они теряют и возможности не только прямо сейчас по получению и компенсации своих уже затрат сделанных или по возможности зарабатывания прибыли, но и на будущий период времени могут возникать вопросы, связанные с тем, насколько может или не может такая ситуация повториться. Хотя я думаю, что большинство компаний как раз понимают, что это более чем временная мера. С другой стороны, есть поток товаров в другую сторону. Вы тут тоже совершенно правы. И когда речь идет о том, что есть сложности с пересечениями товаров на нашу уже украинскую таможенную территорию, то здесь могут тоже возникать серьезные проблемы, связанные с тем, что одно дело, когда поставка идет с каким-то ритмом, практически все логистические компании работают в определенном ритме. раз в день или раз в два дня или раз в неделю, но в какой-то период времени определенная фура с определенным товаром должна пересечь территорию границы Польши-Украина, оказаться на нашей территории. Дальше этот товар оказывается в магазинах или в наших аптеках, где угодно в наших торговых сетях. А когда идет нарушение ритма, когда в день должна была переехать одна фура, а она фактически может проехать с опозданием на две недели, то понятно, что вот эта ритмичность теряется. Это означает, что на какой-то короткий период времени может быть сбой в поставках товаров на нашу собственную территорию. Насколько это критично, я не берусь сейчас утверждать, потому что речь же идет не только о польских товарах, речь идет в принципе о европейских товарах, которые традиционно пользовались именно этим коридором, и сейчас вот они не поступают ритмично. Но это означает, что на какой-то короткий промежуток времени, скажем, на несколько недель могут быть сбои. Это действительно так. И вот почему одна из причин, почему проблема должна быть разрешена как можно быстрее, это как раз вот нарушение подобного рода цикличности. Поэтому, когда говорить об измерении убытков, то измерение убытков с нашей стороны, это значит прежде всего нарушение логистического коридора, потеря средств нашими транспортными компаниями, нарушение вот этой ритмичности. Очевидно, тогда страдает конечный потребитель, страдают украинские граждане. Это серьезная проблема, и ее абсолютно полностью, на мой взгляд, осознают в Брюсселе. Вот почему уделяется так активно внимание сейчас этому вопросу, для того, чтобы как можно скорее он был разрешен. Ну, наверное, еще и потому, что страдают перевозчики не только Украины и России, и Польши. Это на поверхности убытки этих двух стран. Да, ведь там же еще стоят в этих очередях, очевидно, и перевозчики из других стран Евросоюза. Какие еще страны терпят убытки? Все, которые традиционно использовали этот коридор, любой, кто ехал через территорию Польши к нам, например, если мы берем скандинавские страны, которые пользовались этим коридором более чем активно, они терпят убытки. Терпят убытки все те, которые ездили из дальней Европы и не успели еще перестроиться на новые логистические маршруты, которые могут, кстати сказать, для них оказаться более сложными, более дальними, более некомфортными, но в конце концов они могут перестроиться. Часть стран просто не может перестроиться на подобного рода логистический коридор, потому что крюк, например, в 400 или 500 километров, это означает то, что ты, во-первых, больше тратишь, затраты транспортные растут, часть коридоров не рассчитана на то, чтобы так активно ими пользовались, как, например, пользовались этим коридором через Польшу, и поэтому это действительно серьезная проблема. А если мы поговорим об убытках, которые несет польская сторона, в каком эквиваленте они измеряются и о каких суммах можно говорить сейчас уже? Ну, если верить тому, что говорят польские перевозчики, они говорят о сотнях миллионов долларов, которые они теряют, и если думать вообще по поводу нашего экспорта как такового и брать его вообще весь вот как за основу, то я бы предположил, что весь объем, что касается транспортных затрат, составляет, ну, скажем, порядка от 3 до 5 миллиардов долларов в годовом эквиваленте. Но это если мы говорим обо всем, и часть из этого отправляется судами, часть отправляется железнодорожным транспортным, часть из этого передается другими логистическими коридорами, но опять-таки, если говорить непосредственно о Европе, то можно рассчитывать, что в целом европейские перевозчики претендуют порядка на сумму до, скажем, 1-2 миллиардов долларов. Это что касается общего объема вот этого рынка европейского, и если думать по поводу Украины, украинского экспорта на территорию Европейского Союза. Вот именно вот этот транспортный рынок, это порядка 1-2 миллиарда долларов. Но все-таки Европа это почти 30 стран, и это значит, что почти 30 независимых перевозчиков, ассоциаций перевозчиков, или около 30. Можно разделить эту цифру, вы увидите, что даже если делать такие средние упражнения арифметические, делить одно на другое, то мы говорим с вами, ну, скажем, там о сумме порядка, скажем, до 100 миллионов долларов на каждую отдельную страну. Понятно, что страны есть разные, большие и маленькие, и если Польша, скорее всего, контролирует большую часть из этого рынка транспортного, то, скажем, в Словакии куда более меньшую часть, по сравнению, там, скажем, с Польшей, еще меньшую часть может контролировать Венгрия, скорее всего, чуть меньше, чем Польша, эта доля будет Румынии, которая, к слову сказать, резко возрастала, учитывая возможность перевозки аграрной продукции через территорию Румынии. То есть вот эта конструкция, она все время подвижная, но, опять-таки, даже если мы говорим, там, скажем, о привязке и ориентируемся на цифру, даже 100 миллионов долларов привязки к польским перевозчикам, из которых все-таки тоже надо понимать, что часть из этих средств, они-то остаются у украинских логистических компаний, потому что одно дело провести из Киева до, условно, Гданьска, а другое дело довести от Киева до Жешева, там дальше перегружаться, потому что, в общем-то, эти затраты, которые были Киев-Жешева, они же должны компенсироваться, и они компенсируются, понятно. То есть в реальности эта сумма может быть меньше. То есть я все-таки считаю, что когда речь идет о такого рода деньгах, они, конечно, очень большие для отдельно взятой частной компании, перевозчика, но если речь идет о стране Польша с огромным населением, со значительным ВВП, который несколько раз превышает ВВП Украины, все-таки это не нерешабельная проблема, она совершенно решаема, хотя, опять-таки, она создает серьезные ощутимые проблемы для Украины сейчас. И, по большому счету говоря, и для польских перевозчиков тоже, потому что польские перевозчики, фактически, они-то и не работают, они-то и не получают даже ту часть грузов, которую могли получить, потому что, в общем-то, не все шло транзитом только на нашем транспорте, часть все равно перегружалась на борты польские, поэтому многие из них тоже теряют. Ну, хорошо, что круг заинтересованных в том, чтобы разрешить эту ситуацию, он широк, будем надеяться на скорейшее решение. Давайте поговорим о последнем решении Владимира Зеленского. Он вел действие санкции против более 300 компаний, физлиц из Российской Федерации и других стран. По ком ударил этот люстрационный молот, санкционный молот, да? Как по физлицам давайте пройдемся, так и по самым крупным компаниям, на которые вы обратили внимание, и как это на них отразится? Ну, то есть, это было ожидаемое действие. Список готовился уже достаточно давно. Насколько я понимаю, шли такие вот технические постоянные проверки, и в конце концов было принято решение, что сейчас он начинает работать. Этот список действительно обширный. Точно так же, как и в любом списке, который к санкционной готовился в Европе. Здесь есть и физические лица, и юридические лица. И почему это так важно прямо сейчас было сделать? Потому что есть очевидное ожидание, что те все санкции, которые принимаются здесь у нас в Украине, они позже будут копироваться в санкционных пакетах Большой Семерки. И прежде всего в пакете, который создает Европейский Союз. Поэтому мы увидим зеркальную копию всех этих лиц и компаний уже в санкционном списке и европейском, и уже и американском. Оно, как правило, действует именно таким образом. Учитывая то, что 12-й пакет вот-вот будет уже полностью финализирован, сейчас продолжаются технические работы, но все-таки они близки уже совершенно очевидно к финализации 12-го пакета, поэтому мы там увидим практически все те же фамилии, те же компании уже в большом списке. То есть это просто обычная синхронизация. Как вы считаете, говоря о 12-м пакете, коснется дела бриллиантов? Все-таки будет нанесен этот удар на сокровище Российской Федерации. Я думаю, да. И вот эта история с бриллиантами, она же возникла чуть ли не в первые вообще санкционные пакеты. Почему бриллианты? Это то, что вот витало в воздухе с самого начала, потому что использовался активно опыт тех африканских стран, которые продавали бриллианты, для того, чтобы финансировать потом деструктивные действия и войны на своем континенте, начиная с униды, которые потом вот эти бриллианты, которыми они торговали, и были названы впоследствии кровавыми бриллиантами. Bloody Diamonds, кровавые бриллианты. И вот эти Bloody Diamonds, кровавые бриллианты, это именно то, что копирует Россия из опыта тех африканских стран и тех режимов, которые занимались именно продажей бриллиантов, для того, чтобы потом финансировать свои военно-промышленные, военно-промышленные, наверное, неправильно, привязки к Африке на того времени, потому что все-таки мы говорим с вами о истории чуть ли не 50-летней давности. Но вот они финансировали войны, они тратили деньги на то, чтобы покупать вооружение и дальше вот вести те войны, которые они в тот период времени вели. Насколько это больно ударит по России? Да, больно. Но несравнимо меньше, чем, скажем, санкции, которые касаются их энергетического сектора. Например, если мы думаем с вами по поводу нефтяных санкций, они более серьезные. Газовые санкции более серьезные были. Но все же это тоже санкции, учитывая то, что Россия точно не испытывает лучшие времена, они пытаются искать деньги, где это только возможно. У них серьезное проседание бюджета, несмотря на ту браваду, которая идет из Кремля. Совершенно очевидно, что на конец года они все равно будут находиться в зоне дефицита порядка 3 триллионов рублей. То есть это огромный дефицит, который крайне сложно финансировать. Они пытаются получить деньги, откуда это только сейчас возможно, учитывая то, что ситуация, опять-таки, не складывается лучшим образом для них. Часть денег есть, но часть денег, которые есть, они есть только на бумаге. Например, если мы думаем по поводу их нефтяных денег, находящихся в Индии, зависших фактически в рупии, и при абсолютной невозможности получить разрешение Центробанка Индии на то, чтобы произвести конвертацию и вывести в твердой полюте деньги на территорию России. Единственная возможность, которая у них там есть, использовать рупии, это фактически купить те товары, которые у них есть. Я бы предположил, что, как минимум, Россия считает это оскорбительным и не желает этого делать, но вслух, конечно, об этом они не просто не говорят, а пытаются абсолютно полностью игнорировать, замалчивать эту тему, хотя, скорее всего, ведут активные дискуссии с представителями Индии, каким образом они могут сделать этот вывоз денег. Если речь идет, например, о энергетическом рынке, то там Россия теряет сотни миллиардов долларов. Здесь, если мы говорим о рынке алмазов, то, скорее всего, мы с вами должны ориентироваться на цифру до 5 миллиардов долларов. Это именно то, что они потеряют. Для сравнения, например, санкции против их сектора газопереработки удобрений, рынка удобрений, там они теряют порядка 10 миллиардов долларов. Ну, то есть, это меньше, но 5 миллиардов долларов – это ощутимо. Если перевести в то вооружение, которое они покупают, например, в Иране, то мы можем говорить просто о колоссальнейшем ударе, который будет по ним нанесен. Любой недопущенный доллар на территорию России – это означает то, что меньше дронов будет закуплено в Иране, это означает, что меньше у них появляется возможности какими-нибудь теневыми каналами завозить к себе ту часть вооружения, которую они завозят, выкупать то, что они раньше продали тем же, кстати сказать, африканским странам или некоторым странам, находящимся в Азии, что они опять-таки пытаются активно делать. Для всего этого им нужны деньги. Просто так ты не на мировом рынке ничего не купишь. И глупцов на нем точно нет. Все думают прагматично. Поэтому это значительный удар по ним. И это точно больше, чем просто обычный плевок в лицо, который был сделан после того, когда, например, в первых санкционных пакетах запретили России продавать русскую водку на мировом рынке. Или черную из России, как можно купить. Может, если у вас о плевке, как не вспомнить путинское знаменитое нравится-не нравится? Терпи, моя красавица. Теперь это уже мы так упаковали и отправляем ему. Санкции расширяются. Олег, спасибо огромное. Мы были очень рады вас видеть. Спасибо за такие объемные ответы. Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова